На хутор приехали электрики. У нас очень низкое напряжение. Полезли на столб. Не отключили. Да, электроэнергию не отключили. Померили напряжение 168 вольт. Всего лишь. Место 220. Норма европейская. Что-то там будут на столбе делать. У нас события. У нас очень редко люди приезжают. Итак, всем привет. С вами канал Хуторянин выходного дня. Я вчера ничего не снимал. Вчера была плановая поездка в город. Нужно было купить продуктов. Нужно было поменять у машины тормозные колодки. Поэтому вчера побывали в городе. Надо сказать, что бросилось в глаза, что машин стало меньше, людей стало на улицах меньше. Это довольно заметно. То есть народ понимает, что надо беречься. Сегодня у меня по плану подсыпка под фундамент. И хочу своим ученикам, особенно девчонкам из Лудзы, всем вам привет. Привет. Вы молодцы. Вы почти всей группой откликнулись на мои задания, на мои контрольные. Молодцы. Очень молодцы. Спасибо вам. Я по вам скучаю. Мы давно уже с вами не виделись. Поэтому сегодня, в связи с тем, что у меня будет происходить подсыпка, я хочу вас попросить, чтобы вы мне еще раз помогли. Вы мне уже помогли. Помните, мы с вами считали, сколько мне блоков нужно будет на курятник. Сейчас я хочу, чтобы вы посчитали, сколько кубов песка и тачек мне понадобится, чтобы подсыпать под фундамент. Размеры я вам всем дам чуть позже в видео. Поехали. Вот мы на объекте. Вот выкопанная траншея. Выкопанная траншея, которую необходимо подсыпать гравием. То есть, сделать подушку между землей и фундаментом. Если вы обратили внимание, почему-то в траншеи стоят кирпичи. Как вы думаете, что бы это значило? И еще, для чего нужна подсыпка между землей и фундаментом? Подсыпка между землей и фундаментом служит своеобразным буфером между землей и фундаментом. Если во время зимы, скажем, происходит поднятие грунта, то эта подсыпка немного гасит эти колебания земли. То есть, это просто буфер, скажем так. Для чего мне нужно знать, для чего мне нужно знать, сколько мне нужно кубов песка и тачек? Ну, во-первых, чтобы знать, сколько мне его нужно покупать. А второе, чтобы я мог рассчитать свои силы. Смогу я за день, скажем, перевезти энное количество тачек или не смогу. Поэтому я вас прошу, чтобы вы посчитали, сколько кубов гравия, сколько тачек нужно будет, чтобы подсыпать фундамент. В тачке будет вмещать, тачка в себя будет вмещать три ведра 10-литровых. Поэтому, если вы мне еще ответите, сколько мне ведер понадобится, будет вообще хорошо. То есть, задачка чисто практическая, которая может возникнуть у любого в жизни. Не надо пугаться. Любая задача, она всегда простая, если мы все четко, реально понимаем, что мы хотим сделать. Поэтому, перед тем, как вам считать, мы должны въехать полностью в эту проблему. В чертеж, в размеры, длина, ширина, глубина и так далее. Все просто, поверьте мне. Мы с вами такие задачи уже решали. Поэтому, это я считаю вам по силам. Ваших знаний вам должно хватить для того, чтобы это посчитать. Размеры моего будущего курятника 5,08. на 3,25. Но, для подсыпки, для подсыпки я увеличил с трех сторон на 15 сантиметров и сделал траншею шириной 50 сантиметров, чтобы у меня ширина подсыпки была 50 сантиметров и глубиной 12. Видели, стояли кирпичи. Кирпичи стояли для того, чтобы был, чтобы я знал уровень. Они все выставлены, кирпичи по уровню, чтобы я знал, сколько мне подсыпать. если мы посмотрим на мою обноску, у меня вот есть нулевая отметка, это будет 3,25 расстояние и здесь стоит плюс 15. То есть, сейчас шнурок у нас стоит на 15 сантиметров шире, чем у меня по проекту курятник. вот он стоит шире на 15 стоит и по шнурку выкопана траншея шириной 50 сантиметров. Глубина, видите, стоит кирпичи будет 12. То есть, вам нужно будет посчитать периметр, периметр, учесть углы, чтобы дважды углы не считать. Потом вы периметр должны быть умножить на ширину траншеи и на глубину. Тем самым вы найдете объем гравия. Когда мы будем считать тачки, вы должны помнить, что один куб это 1000 литров, да? одно ведро это 10 литров. Если в тачке три ведра, сколько это будет кубов? Тоже это вы должны посчитать. Успехов, удачи в расчетах. Чуть позже покажу еще вам чертежи на бумаги, чтобы вам было более наглядно, более понятно, чтобы это было на чертеже, а не на словах. Когда буду возить гравий, шнурки, конечно, я сниму, они легко снимаются, то есть они стоят вот на шарупах, сниму, чтобы они, шнурки мне не мешали, потом опять поставлю их на место. Точность эксперимента, первую тачку отмеряем ведрами, заодно можно будет посчитать, сколько лопат нужно будет на ведро, чтобы потом не мерить, ну и потом сравним нашу теорию и практику, что получилось. Ведро три лопаты. В тачке будет тогда будем, я говорил вам про три ведра, в тачке будет четыре ведра. Вот, четыре ведра, четыре ведра хорошо, как раз нормально, это получается, нужно четыре ведра на три, двенадцать лопат, чтобы была тачка, четыре ведра. Поехали. Поехали. Ну вот, начало есть, процесс пошел, будем считать тачки, вперед, вперед, вперед. ну вот, есть первые три тачки, перекур, как сказал Геннадий Викторович Хазанов, в нашем возрасте главное вовремя остановиться, перекур. Грант приходится возить примерно метров за 70, поэтому поэтому перекур. Прошло пару часов, вот что появилось. Вот что появилось. привез 12 тачек гравия. Эту сторону будет труднее засыпать. Надо будет какую-то доску наверное ложить сюда, через канаву, чтобы можно было засыпать. вот так дело идет. Дело идет потихоньку. Думаю, сегодня сделаю. Дело Нет, тачка. Угадайте, какая по счёту, потом скажу, когда вы посчитаете. Вот перед вами чертёж. Попытайтесь представить то, что вы видели на местности, и теперь на чертеже. Вот это у нас летняя кухня, здание, которое существует. Вдоль неё прокапана траншея, и вот она прокапана, да, прокопана. Значит, размеры у нас получаются, вот по этим местам у нас идёт 5,08 метра. То есть наша летняя кухня 5,08, и, соответственно, длина нашего курятника будет тоже 5,08 метра. Ширина у нас получается 3,25. Но это размеры вот эти, вот этот размер я вам показываю, да. А под подсыпку сделано то, что показано штрих-пунктиром. То есть вот это место, вот это место, всё я подсыпал, да, то, что вы видели. И теперь вам нужно найти объём вот этой подсыпки, объём. То есть сколько кубов вам нужно найти, посчитать, сколько тачек я должен был привезти для того, чтобы подсыпать это место. Если у нас глубина подсыпки 12 сантиметров, а в тачку вмещается 4 ведра. Видели, да, тоже это? Что в тачку вмещается 4 10-литровых ведра. Поэтому вам нужно будет высчитать размер вот этот, вот этот, учесть углы, чтобы два раза их не считать, и посчитать объём. Понятно? Так, хорошо, ещё раз. Значит, вот наш размер. Вот наш размер, да? Нашего курятника. Для подсыпки сделан котлован шире. Видите, вот здесь указано, что он шире, здесь на 15 сантиметров, здесь на 15 сантиметров шире, и сюда на 15 сантиметров шире, чтобы вы это учли. Ширина подсыпки. Ширина подсыпки. Ширина 50 сантиметров или полметра. Это тоже помните про это, да? Вот, 50, везде будет 50 сантиметров. Всё, успехов, удачи, потом пришлёте мне свои ответы, обсудим. Подсыпка закончена. То, что планировал, сделал. Вот она, линия, 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 мостик был, по которому на тачке ездил. Вот такая сегодня была работа. Ну вот, подсыпку закончил. Всё. Следующий этап. Установка опалубки. Заливка бетона. Всем пока. С вами был канал. Хуторянин выходного дня. Всем здоровья. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok